Флора Аламоутс. Серебряный меридиан. Часть вторая. Джеймс Эджелли. А лучшая в искусстве перспектива. Глава четвёртая. Эпиграф. Манит пусть низкая чернь, А мне, Аполлон Белокурый, Пусть наливает полней Чашу Кастальской струёй. А видей метаморфозы. О любви. Это был редкий тип красоты, К которой, восхитившись, нечего добавить. Она поражает, кружит голову, Приходит в мечтах, наполняет сердце. Именно таким обликом, Исполненным тончайшим резцом в мастерской творца, Рыцарственным, царственным, Был наделён старший сын семьи Филдов с Бридж-стрит, Ричард. Кожа будто с лёгким усилием натягивалась на его точённых скулах. Прямой нос завершали похожие на наконечник стрелы чуткие ноздри. Губы повторяли идеальные сги походничьего лука, а тёмные брови придавали лицу мужество и строгость. Цвет его глаз был как уорвикширское небо в самый погожий день. Волосы всех оттенков зрелых колосьев, густые и мягкие, обрамляли лицо. Можно было бы усомниться в реальности существования такой красоты, в которой выверен каждый штрих, и всё так гармонично. Однако, сколь бы редко это ни было, вдруг рождается человек, одарённый природой так щедро, что мифы и предания о красоте становятся былью. Удивительным было то, что сам Ричард, наделённый пытливым умом и уравновешенным характером, то ли не догадывался, то ли никогда не задумывался об этом. Он был лучшим учеником грамматической школы, помогал отцу в мастерской, с интересом зубрил латыни и греческий, и был не просто старостой, а признанным всеми авторитетом класса, в котором учились мальчики разного возраста, в основном дети членов городского совета. Ричард находил общий язык со всеми, что в дальнейшем пригодилось ему не меньше греческого и латыни. Он любил книги, особенно метаморфозы Овидия, его сонеты и поэмы. Обладая исключительной памятью, он запоминал всё прочитанное, предаваясь этому занятию с фанатичной страстью и самозабвением. Он дорожил каждой свободной минутой в промежутках между работой в мастерской и школой, забывая о еде и сне. Таких минут было немного. Ему отчаянно хотелось растянуть время. Книга была для него вожделенным чудом, редким, дорогим и оттого ещё более желанным подарком. Он упрашивал отца позволить ему время от времени заказывать новые книги у переплётчика, приезжавшего к ним из Лондона, и всякий раз с томлением ждал, когда повозка покажется за поворотом. Он бежал встречать книги, как молодой любовник, что спешит на свидание к возлюбленной, едва познав сладость и влечение первой страсти. Книги, книги, книги. Отец был поставщиком лондонских переплётчиков. Кожи в Стратфорде стоили дешевле, чем в столице, а качество их выделки было не только не хуже, но порой превосходило изделия лондонских мастеров. Переплётчик Николас Хэндридж был постоянным заказчиком и покупателем у филдов. Приезжая к ним за новыми кожами раз в три месяца, он давно стал примечать, что Ричард старается найти повод заговорить с ним о Лондоне, о книгах, книжной торговле и обо всём, что касалось книгопечатания. Судьбоносный разговор состоялся между ними весной 1579 года. Ричарду исполнилось тогда 18 лет. «Прекрасная кожа делает ваш город великолепным. Только здесь можно покупать то, что станет платьем достойных книг. Я всё в толк не возьму, как делают книги. Печатают, Ричард. Очень похоже на то, как ты делаешь тиснение на кожу. Сколько же оттисков нужно делать с каждого слова и сколько самих печатей? Вы недалеки от истины, юноша, хотя и ошиблись. Печати, как вы их назвали, выплавляются не для слов, а для каждой буквы в отдельности». Ричард присмотрелся к странице, взяв со стола раскрытую книгу и близко поднёс её к глазам. «Для каждой буквы?» Да может ли быть такое? Какое же нужно терпение? Вы, вероятно, думаете, что текст получают, делая оттиск каждой буквы в отдельности? Нет. В таком случае печатная книга мало чем отличалась бы от рукописной по затратам времени и труда, и стоила бы в сотни раз дороже. Мы же хотим, чтобы книги покупали все, в том числе и такие любознательные молодые люди, как вы, и чем больше, тем лучше. Буква набирает на специальную, предназначенную для этого форму, раму, равную в той последовательности, в какой необходимо, чтобы получился оттиск страницы, столько раз, сколько потребуется, хоть один, хоть тысяча. Ричард задумчиво покачал головой. «Что с вами, Ричард?» – спросил Николас. «Скажите...» – он медлил. «Слушаю вас, юноша. Скажите, сэр, не нужен ли сейчас какой-нибудь печатни издательству?» «Издательству? Не нужен ли сейчас...» «Может, вы слышали, то есть знаете, подмастерье?» «Да». Ричард смутился по спешности, с которой ответил. Николас улыбнулся. «То есть вы?» «Да, сэр». «Почему нет? Разумеется, я не могу вам сейчас сходу обещать, что мистер Бишоп, глава издательского дома, с которым я имею честь быть знакомым, примет вас, как только я передам ему, что вы изъявили желание поступить к нему в обучение, но толковые молодые люди в нашем деле нужны всегда. Если не у мистера Бишопа, то у кого-нибудь из наших коллег найдется для вас место. Однако учтите, Ричард, что для работы в нашем деле вам понадобятся не только силы, выносливость и грамотность. Здесь нужно огромное терпение, спокойствие, выдержка, усидчивость и умение ладить с людьми. «Переносите ли вы монотонный труд или всегда беретесь за новое дело, не успев закончить старое? Здесь мало только любить книги и знать языки». Ричард пожал плечами. «Я не знаю, сэр, мне трудно судить. Я хочу научиться книгопечатанию, книгоизданию». Николас гляделся в лицо Ричарда. Опытный глаз заметил бы в этом взгляде недоверие вовсе не к личным качествам Ричарда, которые тот пока не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Николас сомневался, что с таким лицом и такой статью юноша мог серьезно и искренне говорить о стремлении постичь довольно трудное дело. Либо в эту ослепительную оправу создатель вложил холодный и глубокий ум и бесстрастное сердце, либо этот молодец в жизни не видел своего отражения ни в зеркале, ни тем более в глазах девиц, либо в этом городе вообще нет девиц, либо они слепы, либо и то, и другое, либо он просто кажется юным, тогда как по уму и душе мог бы сойти за 30-летнего мужчину. Чем же вас так манит именно наше дело, Ричард? По-моему, книги это самое ценное. Нет, судя по запалу, с каким он говорит, он вовсе не так уж и холоден. Вовсе даже не холоден. Отчего вы так думаете? Они как память. В голове не удержишь всего, что можно знать. Книги помогают знать многое. Это как продолжение своего ума. И к тому же никто не может знать, что знают и думают другие, особенно если они говорят на другом языке. А вам знакомы другие языки? Только латынь и греческий. А французский? Нет. Вам надо выучить его. Но в школе нет урока французского. Что ж, это дело поправимо. В следующий раз, когда я приеду к вам за материалом в конце лета, я привезу вам учебник французского, а заодно и испанского. Но почему сэр именно французского и испанского? Язык врага нужно знать, Ричард. Николас значительно помолчал. Если у вас прекрасная память, это не составит труда, а знание латыни и греческого поможет. Мистер Хендридж, я не знаю, как благодарить вас. Не торопитесь. До этого еще далеко. Отблагодарите, когда мы с вами станем работать по соседству. Для начала вам нужно послужить в помощниках самому себе. Напишите-ка мне записку на память о ходатайстве за вас и о ваших учебниках. В спешке и множестве дел немудрено и запамятовать. Ричард сорвался с места и стремительно вернулся в мастерскую с чернельницей, стилем и листом пергамина. Своим быстрым, мелким, четким, красивым почерком он написал «Мистеру Николасу Хендриджу напоминание о приобретении учебника французского и испанского языков для Ричарда Филда из Стратфорда, высказавшего пожелание поступить в обучение к мастеру книгоиздания». Николас прочитал записку, улыбнулся и указал Ричарду на последние слова. «Следовало бы написать к издателю. Это точнее». Заметив, как в ответ на это замечание покраснели уши Ричард, он добавил «Стиль – дело наживное, но важное. Не смущайтесь. За время обучения вам еще много огрехов предстоит исправить. И поверьте, юноша, некоторые исправления в нашем деле бывают пострашнее исповеди. Для этого еще нужно иметь, позвольте вам заметить напоследок, бесстрашное сердце и отважную душу». «Что же, молодой мастер Филд, за всем я прощаюсь с вами. До встречи в конце лета. Ваши напоминания я кладу на ваших глазах туда, где буду всякий раз видеть его, доставая свои бумаги. Говоря так, Николас уложил записку в карман своей сумки для книг и кивнул. С вашим отцом мы уже простились, однако передайте ему еще раз, что я в следующий раз приеду затесненной веленью и крученными кантами. До встречи в августе. Храни вас Бог». «Благослови вас Бог, сэр». Когда стук копыт и шум колес повозки затихли, смешались со звуками улицы, Ричард, будто оглушенный, вернулся в мастерскую. Он чувствовал, что решается его судьба, и что эта записка – ключ к его дальнейшей жизни. Он принялся за привычное дело, но взгляд его был обращен как бы внутрь себя и одновременно далеко перед собой. Он видел город, который представлялся ему океаном. Бескрайнее пространство, куда он входит, медленно погружая сначала ступни и чувствуя, как вода обволакивает их. Он стоит и понимает, что должен двигаться дальше, ходить по щиколотку, потом по колено, что ему еще придется плыть, и назад повернуть он уже не сможет. Он вошел в этот океан, в океан книг, в океан мастерства, еще не подвластного, еще не покоренного, даже маломальски неузнанного. Он рассказал отцу о разговоре с Хенриджем, на что отец посоветовал ему не очаровываться и не думать о приезде мистера Хенриджа до поры, когда тот снова появится у них на пороге. Ричард не прикословил, но исполнить этого не мог. Он представлял, как Хенридж говорит создателям, как тот кивает и всем своим видом показывает, что нуждается именно сейчас в новом подмастерье. Жизнь возвращала его в действительность, но в воображении он так живо видел свое книжное будущее, что голова становилась горячей, и, казалось, мысли бурлят, точно вода в котле. Со временем он привык находиться одновременно в книжной мастерской своего воображения и в кожевиной мастерской наяву. Ждать книгу. Это состояние на долгие годы станет главным и самым сладостным его занятием. Он всегда ждал книги. На свидание с ними он выходил на тракт, встречая повозку переплетчика. Став много лет спустя одним из самых признанных издателей Лондона, он не переставал испытывать волнение перед выходом в свет каждой новой книги. Генри Филд, отец Ричарда, состоял с Джоном Шакспером в одной гильдии и также был членом городского совета. Их связывала дружба, профессиональные интересы и торговые дела. Казалось бы, и жизнь этих двух семей могла быть очень схожей. Но если в доме Филдов все строилось на любви и взаимном уважении, и родители могли рассказать, каких успехов достигли их дети, сколь они прилежны, послушны и трудолюбивы, как заботливо относятся старшие к младшим, то в семье Джона год от года все реже и все с большим трудом можно было найти повод, чтобы поделиться подобными радостями. То доносы за инакомыслие, то долги, то распродажи земель, то суд за браконьерство, то Виолу, несмотря на запреты покидать дом, вместе с Уиллом видели на ярмарочной площади, то Гилберт, второй его отпрыск, укусил дочь управляющего. Сгорая от стыда за все, что касалось его детей, Джон, тем не менее, однажды набрался мужества и попросил Генри Филда об услуге, какую Ричард мог оказать его непутевому семейству. В тот день Джон в очередной раз остал Ричарда, повторяющим что-то по-гречески. Просто кинжал в сердце. И почему это у людей все ровно да гладко, а у него все шиворот на выворот? Джон был немного смущен, разговаривая с Ричардом. Малый просто принц. Прям-таки ваша светлость. Как-то и просить неловко. Да что это он? Ведь это всего лишь юнец, разве только выучился на славу. И труженик, в отличие от иных лодырей. Дик, послушай меня. Я прошу тебя, позанимайся с Уиллом раз в неделю латынью и чему вас еще учат, чтобы он ничего не забыл. Не то растеряет все, что знал. Я положу тебе пять пенсов в день. Уильям не вернется в школу, сэр? Джон кошлянул. Нет. Пока нет. Поэтому я и прошу тебя позаниматься с ним. Хорошо, сэр. Я только не знаю, как посмотрит. С твоим отцом я договорился. Об этом не волнуйся. Спасибо, сэр. Когда начать? Приходи в эту среду. Хорошо, сэр. Когда Джон ушел, Дик задумался. Ему уже приходилось быть наставником менее сообразительных и просто младших своих одноклассников. Все, что было связано с обучением, его увлекало. Но идея помочь другу понравилась ему особенно. Еще в школе они подружились. С Уиллом всегда было весело. Сам, не обладая талантом сочинять и изображать кого-то, Дик оценил способности друга. Уилл, будучи младше его на три года, был сообразителен, поэтому они, общаясь, почти не чувствовали разницы в возрасте. На Хенли-стрит Ричард пришел, как было договорено, в среду сразу после уроков. Его встретила Мэрия. Здравствуйте, мистер Шакспер. Здравствуй, Ричард. Пройди наверх, там в комнате мальчиков никого, вам никто не помешает. Сейчас я его кликну, он только что был здесь. Пришел из магазина. Уилл, иди, Ричард, здесь. Уилл вошел в дом со стороны сада. Конец вольной жизни, сказал он и, перепрыгивая через ступени, отправился наверх. Сик, сказал Ричард, достал из сумки учебники и положил их на стул перед бюро, за который уселся Уилл. Да погоди ты со своей латыни, сик. Скажи лучше, что новый в школе, рассмеялся Уилл, нормальным языком. После урока спокойно ответил Дик. Уилл вздохнул. Пришлось отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Вдруг на лестнице послышались осторожные шаги и затихли перед дверью. Кто-то остановился, прислушиваясь. Эй, это кто там? Крикнул Уилл. Дверь приоткрылась. В комнату осторожно и с любопытством заглянули, и Ричарду вдруг показалось, что это Уильям раздвоился, если бы не женское платье на той, кого он увидел в дверях. Уилл вскочил и, втянув ее в комнату, захлопнул дверь. Тсс, тише! Ричард, взглянув на друга и на Виолу, в полголоса сказал он, Дик, это Виола, помощница нашей кухарки и... мой друг. Друг моего друга, мой друг, сказал Дик, уступая место Виоле. «Я случайно услышала, что вы читали. Я тоже знаю этот отрывок. Прочесть?» – спросила она. Ричард смотрел на нее с удивлением. Он был поражен их сходством и смелостью, с какой она вступила в разговор. Она прямо, без тени робости, тоже смотрела на него. Таких ясных глаз Виоле видеть не приходилось. Никто, кроме Мэри, так по-доброму не смотрел на нее. Даже Уилл. «Что же, прочти!» – сказал он. И Виола прочла фрагмент из Теренция так вдохновенно, будто эти строки сами только что пришли ей на ум. Она читала, чуть запрокинув голову, глядя на Уильяма, потому что на Ричарда ей вдруг стало трудно смотреть. Он ослепил ее в одно мгновение. От вспышки в сердце и памяти остался след, как отпечаток, опознавательный знак, настигающий без предупреждения любви. Навсегда. Отныне она все пропускала через призму его образа, на все смотрела, сверяя с ним. Она была готова раствориться в нем, как вода в почве, прорасти в него, как луговая трава, в восхищении, в нежном послушании, в трепетном обожании. Ричард был прекрасным, умным, сильным и добрым. А что еще нужно, чтобы полюбить в 13 лет самозабвенно и беззаветно? Засыпая и просыпаясь, она с головы погружалась в мечты о нем. Картина любви рисовала ей воображение, и сердце пело, как соловей, заходясь в разрывающее дыхание трели. Ричард. Она готова была упасть перед ним на колени, склониться перед ним до земли, словно это она была рыцарь, а он – прекрасная и любимая дама. Ей было трудно вести себя, как подобает девушке, она до сих пор мысленно примеряла на себя мальчишескую одежду. Но любовь пробудила ее женскую природу с такой силой, что едва не свела ее взбалмошную голову с ума. Ночами мысленно она прижималась к его крепкой, прекрасной шее, проникала рукой за ворот рубашки, чувствуя его горячую кожу, и воображение – это запретное соприкосновение – было до головокружения осязаемым. Сознание ее затуманивалось, она вжималась в подушки и простыни, пугаясь силой, пронизывающей ее тело жаркой и страшной стомы. Ей казалось, что каждый ее шорох слышит спящие в доме, и старалась дышать бесшумно. Однажды ей, захваченной мечтой и желанием, предстало видение, превосходящая радость от всех воображаемых свиданий и ласк. Оно было важнее и дороже всего – родить от возлюбленного сына, точь-в-точь такого же чудесного, ясного, доброго и умного мальчика, как Ричард. Вот ради чего можно так безгранично, так беззастенчиво и бесстрашно любить. В семье никто не замечал, что с ней происходит. Однажды ее отправили к Филдам отдать книги и деньги, которые Ричард по несвойственной ему рассеянности однажды забыл у них. Виола стремглав бросилась к Бридж-стрит, но, добежав до дома Филдов, остановилась в смятении. Она прислушалась и не поверила своим ушам. Из окон доносилась мелодия, нежные тихие звуки цитры и голос Ричарда. Он пел. Когда еще был я совсем малец, и ей-го, все ветер и дождь, чего не творил я, куда не лез, а дождь, что не день, все одно и то ж. Когда дорос до зрелых годов, и ей-го, все ветер и дождь, а дверь от воров запирал на засов, а дождь, что не день, все одно и то ж. Когда ж, увы, я стал женат, и ей-го, все ветер и дождь, не нажил себе добра и палат, а дождь, что не день, все одно и то ж. Понимая, что нельзя вот так стоять под окнами чужого дома и подслушивать, она боялась постучать в дверь и не узнавала себя, всегда такой отважную. До ужаса перепугавшись мысли, что ей предстоит войти в дом и заговорить с хозяевами или самим Ричардом, она так и не решилась войти. Оставив сверток с книгами и деньгами на пороге, она убежала. Впервые даже у Уиллу она не могла рассказать о том, что занимало теперь ее мысли и переполняло сердце. Но было одно средство, единственное, действенное и знакомое ей уже давно, то, к которому обращались все задолго до нее испытавшие боль и негу скрываемой страсти. Научив ее читать античных авторов, наградив восприимчивостью и любознательностью, судьба преподнесла ей еще один бесценный подарок – средство, прибегая к которому можно было говорить о любви, находить ей бесконечные имена, облекать ее в разнообразные одежды и в то же время хранить ее тайну – поэзию. Время шло. За два года, что Ричард приходил в их дом как наставник, он превратился из утонченного юноши в сильного, молодого человека, изящество которого переросло в статное мужество, скрепленное, как надежным раствором, его непритворным благородством. Он был тих, рассудителен и сдержан. Склонность размышлять стала главной привычкой и отличительной чертой его натуры. Думать для него означало жить. В этом он был совершенно согласен с древними авторами. Его увлекала наука как способ приобретения знаний. Свободного времени у него было немного, он дорожил каждой минутой, поэтому в компаниях ровесников бывал очень редко. С детьми на Хенли-стрит он дружил с удовольствием, осознавая себя их наставником. Углубленный в себя, если и думал о любви, он не торопился впустить ее в свою жизнь. Подруги у него не было, и ни одна женщина его, как мужчину, еще не привлекала. Летом 1579 года Ричард, как обычно, пришел к своему ученику. Виола увидела его из окна и вышла навстречу. «Привет, Дик!» «Привет, Виола! А где Уилл?» «В лавке. Там теперь столпотворение. Оказывается, в Лондоне новая мода. Все ищут узкое бежевое с медными заклепками». «Да, мой отец недавно привез новое лекало. Передай Уиллу, чтобы зашел ко мне, когда вернется». «Вы не будете заниматься?» «Нет». «Я пришел попрощаться». Виола почувствовала, как мгновенно пересохли ее застывшие в улыбке губы, и точные иголки впились в ладони. «Попрощаться?» «Да, я уезжаю в Лондон, в типографию сэра Бишопа, учиться печатному ремеслу». «Надолго?» «Как положено, на семь лет. Придете проводить меня?» «Да. Приходите с рассветом. Хочу отправиться, пока солнце не припечет». Она не знала, что сказать. «Все?» Наконец спросила она, кивнув то ли ему, то ли самой себе. «Уроки закончились?» «Только начинаются», — ответил он. «Признаться, я сам еще толком не верю, что еду. Я ждал так долго. Воистину, просите с верой, и дано будет». «Ты сможешь...» Она недоговорила. «Что? Ты сможешь навещать своих?» «Не знаю. Не думаю. Мне сказали, что все решает мастер. Где жить ученику? Как долго и чему учиться?» «Отныне я сам себе не хозяин». «Но это только семь лет, как в школе. А я больше ни о чем и не мечтаю. Я не просто хочу уехать. Я хочу многое узнать». «Если можешь, пиши Уиллу», — сказала она. «Он будет рад». «Хорошо. До завтра?» «Договорились». Ричард ушел, и Виола даже по его спине поняла, что мысли его опережали рассвет и стремительно покидали Стратфорд. Вечером Уилл не мог добиться от сестры ни одного внятного слова, кроме того, что просил передать ему Дик. Она сидела до темна за шитьем в комнате прислуги, и Уилл, вернувшись от Филдов, поднялся к ней. «Принести светильник?» — спросил он. Она отложила работу и молча встала. «Ви, да ты меня слышишь? Ты что, заболела?» «Нет, нет. Конечно, нет», — прошептала она. «Тебя кто-то обидел?» «А?» «Да». «Кто?» «Гилберт?» «А?» «Нет». Она вышла из комнаты. «Ты куда?» «Не знаю». «Стой, подожди. Что тебе опять сказали?» «Да подожди же». Виола выбежала на улицу, не дав себя остановить. Все было плохо. Она искала место, чтобы выплакаться, и находила. Люди были повсюду. Она выбежала за ворота. Спустившись к ручью, она набрала холодную воду в ладони и закрыла ими лицо, разразившись слезами. Напрасно она повторяла. «Дик! Дик! О, дик!» Утром на Бридж-стрит все филды, их подмастерья, Виола и Уилл провожали Ричарда. Он вывел коня за ворота и по очереди обнял родителей, сестер и братьев, всех домочадцев, и, наконец, подошел к Уильяму и Виоле. «Не забывайте меня. Может, мы и свидимся когда-нибудь». Он улыбнулся. «Вы мне как родные». Он обнял их обоих и крепко по-братски поцеловал каждого в щуку. С тех пор, как ее разлучили жителями Уилмкота, которые воспитывали ее и были первыми в ее жизни родными людьми, не было для Виолы минуты страшнее. Жизнь рушилась, распадалась на куски на глазах, и никто не в силах было это остановить. Некого было просить о помощи. «Пиши», — Уилл потряс друга за плечо, — «глядишь, и я отправлюсь куда-нибудь, счастье искать. Что-то здесь становится, что ни день, все одно». Ричард кивнул. «Значит, свидимся». Он махнул рукой, вскочил на коня, развернул его, потянув уздечку, и поскакал вперед по старой Горвиксской дороге. Отчасти Ричарду хотелось кричать во весь голос. Впереди была сама судьба, жизнь и большой город, куда он стремился. Он гнал коня, и ничто теперь не могло его остановить или заставить повернуть назад. Только сейчас он почувствовал, как ему недоставало одиночества и свободы. Все, что осталось позади, вдруг стало мелким, далеким, едва различимым. Ничто не держало его, ни родной дом, ни обязанности, возлагавшиеся на него, ни знакомые ему люди. Жизнь разомкнулась, точно лопнувший обруч. Пусть это продлится недолго, до того, как в Лондоне он поступит под безоговорочный надзор мастера на все время ученичества, это настоящее счастье. В полдень Ричард спешился под плакучей березой, растущей на холме. Он привязал коня и лег на землю, раскинув руки и ноги. Прежде он никогда не испытывал такой радости. Ветер, что шумел над ним в ветвях, словно понес его на невидимых волнах. Тень холодила кожу, и это было приятнее любой ласке. Закрыв глаза, он мгновенно заснул. Лань, полюбившая льва, должна погибнуть от этой страсти. Было сладкой мукой его всечасно видеть, рисовать взор соколиной, гордый лоб и кудри на восприимчивых таблицах сердца, его красу подробно отмечавших. Но нет его. Виоле казалось, что Ричард вот-вот вернется. Не сегодня, так завтра кто-нибудь придет от Филдов, и, между прочим, вдруг скажет, что он приезжает. Она представляла себе, как побежит к нему навстречу, как закричит радостно, без страха, без стыда. «Ричард приехал! Ричард вернулся! Ричард!» Она сбежала бы с ним, уговорила бы его взять ее с собой, а еще лучше с Уиллом. Часто она будто на его видела, как они отправляются в путь втроем. Пришел сентябрь с зеленой водой и цветами, с небом безоблачным от горизонта до горизонта. А она ничего не замечала. Из ее жизни ушли краски. Все стало пресно однотонным, холодным, чужим. Прошло еще несколько месяцев, и однажды Уилл, вернувшись из лавки, позвал ее наверх в свою комнату. «У меня есть кое-что», — таинственно сказал он и достал письмо, запечатанное Сургучом. «Это от Ричарда?» «Дай, дай сюда! Покажи!» «Тссс! Тихо! Я прочту». Ричард писал о своей жизни в Лондоне. Оказалось, что у мистера Бишопа, которому он должен был поступить, все места уже были заняты. Его, Дика, взял в подмастерье и в обучение французский издатель, господин Тома Батрулье. Было трудно поначалу писал он привыкнуть к шуму столицы. Кого и чего тут только нет, иноземцы всех мастей, заморские товары, лавки с книгами в приходе собора святого Павла. Больше всего Ричард был удивлен свободной манерой общения, будто никто в жизни не читал катехизис. Но что ни говори, а жить здесь веселее. Очень важно научиться правильному общению со всякими людьми, как подобает мужчина. Виола слушала чуть дыша. Одна фраза обожгла ее. Только здесь и можно по-настоящему стать мужчиной. Она сразу все поняла, в отличие от Уилла, ее словно осушили, опустошили, лишили надежды. Он не вернется. Никогда. Никогда. Говорить об этом было невозможно, терпеть невносимо. Письма больше не приходили. Виола тосковала о далеком Лондоне. Но однажды ей в голову пришла до того простая мысль, что она изумилась, почему же раньше не додумалась до нее. В Лондон из Стратфорда ведет дорога. И значит, по ней можно пройти самой. Точно так же, как прошел Ричард. Пройти, чтобы увидеть его, улыбнуться ему, заговорить с ним, услышать, быть рядом. Эта простенькая мысль вернула ей надежду. В ее сердце зазвучали слова песни-песни. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его, и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его, и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него, и не отпустила его. Теперь она знала, что найдет способ добраться до Лондона, и обязательно будет с Ричардом. Отведение их близости ее знобило. Тело слабело, руки дрожали. Страх сменяла волна необузданной телесной жажды, головокружения, нежности и любви. Думая так, она касалась лба, терла его подушечками пальцев, чтобы не заплакать, и повторяла, как молитву, «Ты должен услышать меня». На секунду она испугалась. Точно колдовство. Но тут же решимость вытеснила страх. Ну и что? Я не делаю ничего дурного.